Если спросить случайного человека, какая рыба кажется ему самой страшной, то он скорее всего назовет акулу. Такой уж у акул образ, кровожадные хищники, готовые сожрать кого угодно с особой жестокостью. Однако есть рыбы, которых стоит бояться гораздо больше, чем акул. Да и вообще, акулы по сравнению с ними могут показаться очень мирными, невинными ребятами. Знакомьтесь, саргановые – семейство лучеперых рыб, которые питаются другими рыбами. Отличительной чертой саргановых является длинный узкий клюв с множеством острых зубов. Он даже выглядит немного забавно, но пусть вас не обманывает внешний вид этих рыб. Поскольку саргановые плавают близко к поверхности, они часто перепрыгивают через палубы мелководных лодок и делают это с огромной скоростью, до 60 км в час. Представьте, что на вас из воды выскакивает маленький автомобиль. Особенно активно саргановые начинают прыгать под воздействием искусственного освещения в ночное время. Ночные рыбаки и дайверы в районах Тихого океана регулярно подвергаются атакам целых ста саргановых, выныривающих к источнику света на высокой скорости. Примерно как мотыльки, вот только у мотыльков нет таких острых клювов. Этими клювами саргановые способны наносить глубокие колющие раны. И для жителей Тихоокеанских островов эта рыба – большая опасность, чем акула. Риск травм при столкновении с саргановыми гораздо выше, чем вероятность пострадать от встречи с акулой. А ведь саргановые водятся не только в Тихом океане. В 2010 году каякер во Флориде чуть не погиб, когда рыба выпрыгнула из воды и пронзила его грудь. Другой человек серьезно пострадал от атаки в мае 2013 года в Красном море. Рыба вонзилась ему в колено. В октябре 2013 года новостной сайт Саудовской Аравии сообщил о смерти молодого человека из-за кровотечения после удара рыбы в левую сторону шеи. А в 2014 году во Вьетнаме рыба из семейства саргановых чуть не убила туристку. Рыба укусила ее за шею и оставила осколки зубов в спинном мозге, парализовав женщину. В общем, саргановые – не те рыбы, с которыми хотелось бы встретиться. Хотя стоит сказать, что угрозу может представлять и самый обыкновенный сазан. Особенно если это инвазивный вид, попавший в Соединенные Штаты. Известны случаи, когда сазаны, выпрыгивая из воды в лодке, ломали людям носы, челюсти и даже руки. Некоторые рыбы даже сбивали людей с ног, настолько сильными были удары. Сазанов, которые, между прочим, могут достигать 60 см в длину, в водоемах США очень много, и прыгают на лодке они очень активно. Если вы отделаетесь синяком, это будет очень большой удачей. Ну а теперь поговорим о чем-то действительно редком. В 2010 году рыбак по имени Джереми Уэйт вытащил из воды реки Конго большую тигровую рыбу. Это была невероятная удача, потому что поймать большую тигровую рыбу – целое достижение, так как она неуловима. Неуловима и очень опасна. Все дело в том, что большая тигровая рыба по праву считается одной из самых страшных пресноводных рыб в мире. Это более крупная и опасная версия пираньи, которая достигает в длину полутора метров и может весить 50 кило. Каждый из 30 с лишним зубов большой тигровой рыбы может достигать 2,5 сантиметров в длину, а значит их можно сравнивать с акульями. С таким арсеналом рыба легко может нападать не только на людей, но и на крокодилов. Ладно, давайте честно. Не только может, но и нападает, отрывая от крокодилов целые куски. Чего уж говорить про столкновения с людьми. Считается, что эти рыбы нападают рефлекторно на внезапное движение или всплеск, и делают они это невероятно агрессивно. Большая тигровая рыба одним укусом способна сломать свою добычу пополам. Но если это другая рыба, конечно. Человек после такого укуса может как минимум лишиться пальца. И это если ему повезет. Задокументированных свидетельств смерти из-за нападения большой тигровой рыбы нет. Однако местные жители сообщают, что такие случаи все-таки были. Вообще, на фоне большой тигровой рыбы все остальные в нашем сегодняшнем ролике окажутся мне безобидными милашками. Но это не повод не рассказывать вам о них. Вот, например, аллигаторовая щука. Она может вырасти до трех метров в длину. Кое-какие исторические документы указывают, что в прошлом аллигаторовые щуки отъедались до 158 кило. Естественно, такой вес они получили, питаясь совсем не водорослями. Хорошая новость – аллигаторовые щуки не нападают на людей. Во всяком случае, о таких нападениях ничего не известно. Плохая новость – эти рыбы все равно представляют для нас пассивную опасность из-за своей икры. Икра аллигаторовых щук ядовита при проглатывании. Таким образом, рыбы защищают свое потомство от хищников вроде ракообразных. У взрослых аллигаторовых щук мало естественных врагов. И мне кажется, дело в том, что прогрызть чешую этих рыб просто нереально. Чтобы пробиться сквозь нее, людям приходится использовать кусачки, ножницы по металлу и топорик. По этой причине аллигаторовых щук редко употребляют в пищу. Ну, вы представляете, да? Пока избавишься от чешуи, уже есть расхочется. И раз уж мы заговорили про щук, стоит уделить немного внимания обыкновенным щукам. Потому что у них тоже есть интересная особенность. Правда, научно она не подтверждена, все со слов рыбаков. Тем не менее, считается, что обыкновенные щуки сбрасывают свои зубы в середине лета, чтобы затем отрастить новые. Как олени отращивают рога, только тут зубы. Если бы люди могли так делать, сколько бы денег мы сэкономили на услугах стоматолога? Исследователи не смогли найти никаких доказательств того, теряют щуки зубы или нет. Возможно, все происходит по акульему принципу. Один ряд зубов постоянно заменяется следующим, по мере их поломки или выпадения. Но вообще, для рыб смена зубов не такое уж необычное дело. Существует даже вид, который теряет по 20 штук в день. Это зубастый терпук, злобная всеядная рыба, в пасти которой больше 500 беспорядочно расположенных зубов. Зубастый терпук действительно теряет и отращивает по 20 зубов в день, и не испытывает никакого дискомфорта. Его можно понять, когда у тебя во рту несколько сотен зубов, пара десятков вообще не играют роли. Но куда такое количество зубов вообще может поместиться? Ну, видимо, зубастый терпук очень хотел, чтобы зубов у него было как можно больше, и не остановился, даже когда закончилось место на челюстях. Если вы посмотрите внутрь его рта на небо, то обнаружите, что оно тоже покрыто зубами. По всей задней части горла, прямо перед пищеводом, находятся глоточные челюсти. Усеянные зубами костные платформы, сделанные из видоизмененных жаберных дуг. Короче, зубы буквально повсюду. Когда зубастый терпук атакует, его первый набор челюстей выбрасывается вперед и затягивает добычу в рот, где внутренние глоточные челюсти начинают дробить и измельчать жертву. Звучит пугающе. Особенно с учетом того, что зубастые терпуги агрессивны. В одном из исследовательских центров, где они содержались, сотрудникам пришлось заклеить скотчем углы резервуаров, потому что рыбы пытались выпрыгивать и нападать на каждого, кто проходил мимо. Поведение этих рыб можно понять, ведь природа сделала их активными хищниками. Клоуновые на них совершенно не похожи. Да и вообще для рыб выглядят странно. Как будто кто-то сначала вылепил нормальную рыбу из пластилина, но потом случайно ее смял. Впрочем, их внешний вид нас мало интересует. Гораздо важнее, что клоуновые, по сути, не умеют плавать. Да, эволюция не только помяла их, но еще и забыла выдать плавательный пузырь. Рыбы вынуждены неуклюже ходить или прыгать по морскому дну. Можно ли быть охотником при таких данных? Оказывается, да. Когда клоуновым нужно двигаться быстро, они используют реактивное движение, всасывая воду и проталкивая ее через обращенные назад жабры. И двигаться получается действительно быстро. Когда рядом с рыбой появляется добыча, требуется всего 6 миллисекунд, чтобы среагировать и схватить ее. Для сравнения, время реакции большинства людей составляет 200 миллисекунд. Вот на этом видео атаку рыбы попытались заснять, но все равно различить что-то почти невозможно. В качестве удочки клоуновые используют передний спиной плавник, приманивая им добычу. Они покачивают наживкой, имитируя маленькую рыбку, которая может стать обедом для их жертв. Конечно, удочка может сломаться, но на этот случай у клоуновых есть план. Они могут просто отрастить ее заново. Что ж, это была рыба, похожая на мятый пластилин. Самое время для рыбы, которая выглядит как подводный мопс. Или как минимум она все время чему-то очень удивлена или расстроена. Знаете, у рыбы такое выражение морды, будто она ушла из дома на полчаса, а потом вспомнила, что забыла выключить утюг. Несмотря на то, что звездочетовые довольно уродливые пучеглазые создания, они все еще остаются грозными хищниками. В ожидании добычи рыбы зарываются в песок, оставляя снаружи только рот и глаза, которыми изо всех сил вращают. Это привлекает жертву, которую звездочетовые потом поражают разрядом электричества прямо из глаз. Я серьезно, они бьются током, как электрические угри. Правда, их разряд слабее, всего 50 вольт, по сравнению с 600 вольтами от угрей, но этого хватает. После атаки электричеством добыча уже не сопротивляется, и ее можно спокойно съесть. Получается, эти нелепые создания убивают взглядом? Ну, почти. Естественно, ток действует и на хищников, давая звездочетовым достаточно времени, чтобы вырваться и уплыть. Однако просто пучить глаза и подражать угрям показалось этим рыбам недостаточно, и они отрастили ядовитый шип возле грудных плавников. Яд пока плохо изучен, но, похоже, он достаточно опасен не только для подводных обитателей. Известны случаи, когда из-за него умирали люди. Наверное, сейчас кто-то из наших зрителей подумал. Пф, яд. Ядом у рыб уже никого не удивишь. Отчасти я согласен. Но что, если мы покажем вам рыбу в форме кубика? Это настоящий подводный танк, создающий токсичное облако. Кузовок-кубик выглядит забавно и мило. Обитает на мелководье в более теплых частях мирового океана, любит коралловые рифы и заросли морских водорослей. Большую часть времени эти рыбы проводят, собирая водоросли и мелких беспозвоночных, таких как ракообразные черви и губки со скалы кораллов своими крошечными ртами. Но чтобы вести такую мирную жизнь в дикой природе, нужно обладать мощной защитой. И у этих рыб она есть. Их тело состоит из шестиугольных костных пластин, сросшихся вместе, которые образуют твердую, но легкую оболочку. Она окружает внутреннюю, настоящую скелетную основу. Да, эти рыбки отрастили себе что-то вроде танковой брони. И быть живым танком означает, что у тебя есть кое-какие серьезные преимущества. Как минимум, кузовка-кубика чертовски сложно съесть. Хищники просто обламывают об броню зубы и стараются не рисковать. Правда, чтобы получить такое тело, этим рыбкам пришлось пожертвовать скоростью и маневренностью. Когда ты коробочка с плавниками, довольно сложно двигаться ловко. Но тут на помощь рыбам пришла эволюция. Она выдала очень крутую способность. В случае опасности или просто из-за внезапного стресса, кузовки-кубики выделяют слизистый токсин. Он сочится из особых клеток, расположенных по всему телу рыбы. Прозрачная токсичная слизь, похожая на сопли, сразу же рассеивается в толще воды, создавая вокруг рыбки облако смерти. Из-за этого кузовков кубиков бывает очень сложно содержать в аквариумах. Испуганная рыба может случайно отравить всех своих соседей. Или не случайно. Кто знает. До скорого!